Здравствуйте, дорогие кулинары! Приготовим классическое блюдо. Рис по-китайски, но с небольшими улучшениями для наших европейских желудков. Азиатское название этого рецепта я даже не стал запоминать. Наверняка что-то мудреное. Вроде лиловый тигр побеждает розового слона на лазаревом поле. Круто! Сразу поставим вариться рис. 250 грамм крупы промоем и сварим до готовности. Думаю, как варить рис, никого учить не надо. 350 грамм куриной филе промоем и нарежем на средние куски. Кстати, курица и есть то самое улучшение классического рецепта. Прижимистые китайцы ограничились бы лишь куриными яйцами. Для добавки в рис. Поэтому, если вы любите классики или по каким-либо другим причинам, то можете исключить мясо из рецепта. На среднем огне разогреем сковороду и добавим растительное масло. Курицу обжариваем до готовности. Не забываем периодически перемешивать. Да, чуть не забыл. Можно добавить черного молотого перца. Но это на любителя. Китайцы обычно не используют черный перец. Один сладкий перец промоем. Удалим семена и белые перегородки. Перец мелко нарежем. Возьмите лучше плод красного цвета. Он более выигрышно смотрится с белым рисом. Несколько перьев зеленого лука промоем и мелко нарежем. Разобьем 4 куриных яйца. Затем в идеале нужно было 30-40 грамм корня имбиря натереть на мелкой терке и добавить к яйцам. Но я, к сожалению, не нашел свежий имбирь, поэтому добавлю 1 столовую ложку молотого имбиря. Куриные яйца тщательно перемешаем, чтобы приправа равномерно распределилась. Возьмем более глубокую сковороду. И разогреем растительное масло. Выливаем яичную смесь и жарим на небольшом огне примерно 1 минуту, чтобы яйца немножко схватились. Теперь начинаем интенсивно перемешивать содержимое сковороды, параллельно дробя яичницу на небольшие кусочки. Яйца обжариваем до готовности. К яйцам добавим зеленый лук и перемешаем. Готовим на среднем огне еще одну минуту. К яйцам с зеленым луком добавим сладкий перец и стручковую фасоль. Свежую зелень вы вряд ли найдете. Мы все же не в Китае. Возьмите 300 грамм замороженной стручковой фасоли. Добавляем рис и перемешиваем. Эх, маловато сковородка. Опять подвела поварская привычка к большим объемам. Мы готовим примерно на 5-6 порций. Сковороду накроем крышкой и прогреваем рис примерно 3 минуты. Рис по-китайски солим с помощью соевого соуса. В первый раз трудно будет угадать нужное количество. Поэтому начните с 2-3 столовых ложек. Добавляем 2 чайные ложки сахарного песка и готовое куриное филе. Или не добавляем курицу. Дело вкуса. Тщательно перемешиваем и пробуем. Если блюдо недостаточно соленое, то вы знаете, что надо делать. Сковороду накроем крышкой и прогреваем наш китайский рис на небольшом огне еще 3 минуты. Я обычно готовлю рис по-китайски с курицей. Так более привычно. Все же китайская кухня, на мой сугубо предвзятый взгляд, ну очень оригинальная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова